Всем привет! Вы на канале Вечное Лето. Всем привет! И сегодня мы вам расскажем про нашу жизнь во время эпидемии. Мы сейчас едем в магазин метро. У нас практически все закончилось из продуктов. Хотим купить то, что продается именно там. Поедем практически через весь город на машине. И хотим вам показать, какой поток машин на дорогах в Саратове во время эпидемии. Сколько людей на улицах гуляет. Что закрыто, что открыто. Какие у нас цены на чеснок, лимоны, имбирь. В общем, все про эту тему. В общем, какая ситуация в Саратове. У нас сейчас самоизоляция. Всех просят оставаться дома. Все в основном уходят за продуктами. Машин на дорогах достаточно много. Друзья, также не забывайте делиться в комментариях, какая у вас обстановка в городе. Насколько все сложно. Выходите ли вы на улицу, не выходите. Мы вот стараемся выходить только за продуктами. Это хоть единственный у нас есть вариант, как можно выбраться из дома, съездить, скупиться едой. И то мы это делаем не часто. Где-то раз в неделю примерно. Но наблюдаем за ситуацией через интернет, смотрим всякие трансляции с разных городов, что у кого происходит. Моя мама работает на заводе. И это такой важный объект. Его не закрыли. Им выдали специальные пропуска, которые дают им право передвижения по городу. И она ходит на работу. Папа сидит дома. Ну, он на пенсии. Он и так-то особо никуда не ходит. Сейчас просто, ну, возле дома там рвет курочкам траву. По гостям, по друзьям не ходит. К нам тоже никто не приходит. Вечеринки мы не устраиваем. Дни рождения не отмечаем. Это особенно грустно, потому что в семье должен был состояться детский день рождения. Саша, ну, племянника. Он первоклассник. Он очень ждал свой день рождения. Пригласил много друзей еще за несколько месяцев. Там вечеринку они организовали. Ну, заранее все продумали. И все сорвалось. Не будет теперь праздника. Никто не придет. Но там торт ему только испекут родители. В семейном кругу отпразднуют. Он очень расстроился. Кстати, сейчас у нас в регионе отмечается снижение числа заболеваний пневмонии. И на данный момент взятый под наблюдение 1282 человека. За весь период снято медицинское наблюдение с 4631 человека. Вот расскажу историю. Мне сестра рассказывает. У нее, значит, знакомая. У нее сын спортом занимается с самого детства. И конкобежный спорт. Он мастер спорта, вроде бы. Я тоже просто с ним не общался, она рассказывала. То есть он постоянно участвует в профессиональных соревнованиях молодежных. Ему сейчас 18 лет. И вот он в Москве был. И заболел пневмонией. Но, похоже, это был коронавирус. Еще до всей этой эпидемии. Ну, где-то, я думаю, в конце февраля он заболел. То есть уже начало марта. И она говорит, у него было такое состояние, как будто в легких стекло. Хотя он спортсмен, всю жизнь занимался спортом, да? На правильном питании, здоровый образ жизни. Молодой парень, здоровый. Да, таки объем легких очень большой, потому что конкобежный спорт, он подразумевает под собой активное занятие бегом, спортом. И все равно заболел. И очень так долго болел. Практически, можно сказать, там чуть ли не при смерти был. Потому что тяжело было дышать, реально. Из-за него очень все родные там испугались. Ему кололи 5 видов антибиотиков. И, ну, пацан еле выкарабкался, можно так сказать. Так что, вот, такое тоже бывает. Расскажите, может, вы знаете какие-то случаи, может, ваши какие-то знакомые болели. Напишите в комментариях. Я думаю, всем будет интересно. Вот у нас и знакомых, которых мы реально знаем, никто не болеет. Все сидят по домам, переживают. По левой стороне магазин, где я раньше работал. Там был магазин Adidas, я работал в Adidas продавцом. Эх, лихие были времена, но это было, блин, 12 лет назад, кошмар. Вот время летит. И вот я уже 12 лет работаю, можно сказать, в интернете. Если честно, самому не верится, что время так быстро летит. Я нисколько не жалею, что я уволился и пошел работать в интернет. Вот это, я считаю, было самым правильным решением в моей жизни. А жениться нам нет. Ну, это естественно тоже. Вообще, скажите, у нас красивый город, да? Он чем-то напоминает старую такую Москву, может, Европу, центральные места Москвы. Да, многие говорят, что похоже на Европу, на Чехию. Вообще, в Саратове очень низкие цены на жилье и очень низкие цены на все практически. Потому что у нас регион один из самых бедных, ну, если так можно сказать. И при этом цены, соответственно, низкие. Поэтому, если вы хорошо зарабатываете, здесь при этом климат хороший. Здесь жить недорого. Это основной плюс. Квартиры здесь недорогие. Кстати, я заметил, дороги стали чище. Реально, дороги стали лучше чистить, возможно, из-за эпидемии. Прям вычищают, пыли практически нет. Вот я сейчас еду и прям наслаждаюсь. Многие знают то, что в Саратове плохие дороги. Раньше так действительно было. Сейчас ситуация меняется, и дороги в Саратове практически везде сделали. И раньше вот я ездил на своей машине, у меня низкая посадка, и это, конечно, было ужасно. Чтобы проехать по городу, нужно было целый квест пройти, чтобы в ям не попасть. А сейчас я езжу спокойно, вообще не переживаю. Конечно, бывают места, где ямки, но их стало гораздо меньше. Часто он вписывается в бордюр. Да, теперь надо с бордюром и решать вопрос. Пониже их сделать. Все, кризис. Продаю свои сумки. И пока только одну. Я надеюсь, что она будет единственной. Смотрите, я решила продать свою сумку Фурла. Она вот такая, пыльно-розового цвета. Посмотрите. Ну, на самом деле я ее продаю не из-за кризиса, а потому что я ее уже очень давно выставила на продажу. Наверное, полгода назад. Сейчас сделали скидку, и человек позвонил. Прям очень она ему нужна, хочет купить. И я решила ее продать, потому что она у меня лежит, пылится. Я ее не ношу. Носила только, наверное, один раз в Гонконге. И потом все. Она мне действительно не подошла под мой стиль. Это действительно немножко не мое. Это была необдуманная покупка. Вот просто увидела. На нее, по-моему, еще скидка была в магазине. Выклинчила у Саши. Счастливая, довольная. И даже не подумала, зачем она мне подошла. Она мне... Да, вот такая у меня была покупка. Но у тебя спонтанных покупок вообще немного. Да, немного. И вот это одна из них. И она у меня всегда тяготит. Я на нее смотрю, она лежит, пылится. Пусть лучше приносит радость тому, кто ее будет действительно носить. Был еще пакет от нее. Я, к сожалению, его не нашла. Поэтому вот только такой пакет нашла от Сум. Но зато есть пыльник. Это тоже хорошо. Сумка оригинал. Выставила на Авито. Какой-то парень хочет купить, наверное, для своей девушки. Сделать подарок. Мы договорились сейчас в магазине встретиться. И вот я ее продам. Ну и Витон лежат. Они неприкосновенные. Саша сказал, мы их не за что не будем продавать. Я ему уже накидываю. Если будут тяжелые времена, я продам сумки. Он говорит, нет, ты что? Не надо продавать сумки. Ну а вот это действительно я не ношу. И лучше, конечно, ее продать. Многие почему-то думают, что вот Света там сидит, транжирует мои деньги, а я там их зарабатываю тяжелым трудом. Так и есть. Ну и так и есть. Но в самом деле мы вместе со Светой зарабатываем деньги. Поэтому не нужно думать, что только я их зарабатываю. Мы вместе. Света тоже много работает. Хочу, чтобы просто люди знали, что Света мне во всем помогают. И у меня тоже бывают необдуманные покупки. Несмотря на то, что да, я такой всегда продуманный. Вот я покупал объектив Sigma 18-35 и практически мне пользовался. Вот. И недавно его тоже продал Черзавита. Вот. 30 тысяч рублей. За 30 тысяч продал. И считаю хорошо, что избавился от него, потому что он просто лежал. Не нужно. Необдуманная покупка была. Да, да, объектив клевый, туда-сюда, но мы сейчас фоткаем все на телефон, и он нам не нужен как бы. Еще у меня была покупка. Мы покупали суперкамеру, там, Osmo за 140 тысяч, блин. Потом у нас в самолете в багаж положили ручку, ее украли, и теперь он лежит у меня, эта камера. А ручка, она там половина стоимости. Ну не половина, но тысяч двадцать точно стоит. Ну такой стабилизатор. Да, вот эта ручка. Механизм. И в общем, представляете, сколько денег лежит, блин, в этой камере. Вот я думаю, куда ее деть, как бы продать без этой ручки, без батарейки, без зарядки. Вот тоже поснимал, ну так, красивые кадры. Но люди, естественно, никак не отреагировали. О, качество повысилось, никто даже слово не сказал. А Саш, так старался. Да, я так старался. И думал, сейчас повышу качество, сделаю супер, будет красиво, круто. Все такие, фу, что за фигня, цвета туда-сюда. Ну это так, нарезки были красивые с этого, с острого рача мы делали. Да. Никто не говорил, что фигня. Ну не фигня, но это эксперимент был. Как бы ничего особо никак не повлиял на... Да, это не стоило того. Да, это тоже была моя ошибка. А еще по поводу сумок. Вот мои сумки Louis Vuitton, Шанельечка моя лежат, и они не падают в цене. Я смотрю, вот уже несколько лет тенденция, некоторые старые сумки, ну как они же считаются, винтажные. Винтажные, да. Да, вот некоторые сумки, они с годами уже становятся не старыми, а винтажными. И они стоят даже дороже, чем те, что сейчас в магазине. И те Louis Vuitton, ну это вот люксовые сумки, они не падают в цене. Стоят практически столько же. Их можно продать сейчас за те же деньги. И в хорошем качестве очень ценятся. Чего не скажешь про iPhone. Вот мы наш iPhone пытаемся продать уже который месяц. За сколько? Мы его купили за 60 тысяч, я его сейчас за 15 продать не могу. То есть в 4 раза мы потеряли. 4 раза, представляете, стоимость. 60 тысяч за 15 продать не могу. За несколько лет, вот за 3 года. Никому не нужен. Вот люди покупают iPhone, думают, они такие молодцы, там деньги правильно инвестируют, а кто-то в кредит берет еще, кредит переплачет. В 4 раза цена упала, еще продать не могу. Да, за сумки Louis Vuitton меня ругают, хотя они в цене не падают. Дорожают даже. Когда покупаешь iPhone, все относятся к этому нормально. Хотя iPhone 4 раза за несколько лет упал, и сейчас фиг продаж, никому не нужен даже. Это вот как раз глупая покупка как раз iPhone, а не сумка. Потому что сумка дорожает в цене. Особенно с курсом валют, пересчет. Теперь эта сумка вообще дорого стоит твоей. Причем нужно учитывать, что сумки именно иконы. Да, именно люксовый сегмент. Вот это Furla, Michael Kors, это не то. Я сейчас не об этом говорю. Да, они не подорожают. Это просто сумки, которые обычные, средний сегмент. Они падают в цене, как и часы, вот Michael Kors, вот таких брендов, Calvin Klein. А что касается там Cartier, Louis Vuitton, вот этот вот люкс сегмент, он не дешевеет. Света сейчас для интереса зашла в интернет, посмотреть сколько стоят ее часы сейчас. Вот, смотрите, часы Tank Solo, маленькая модель, сталь. У меня именно такие. Сейчас они стоят 212 тысяч рублей. Я их покупала летом за 172 тысячи рублей. Нет, даже дешевле. С Vatrifound туда-сюда. Да, Vatrifound еще дешевле вышло. 160, по-моему. Потому что это мы в Италии брали. А 172 тысячи, это в России они столько стоили. В России, я помню, мы заходили в магазин. Я помню, где-то через месяц после поездки 192 тысячи они стоили. Да, они потом еще подорожают. Да, и сейчас уже 212. Каждые полгода цена растет, растет, растет. Поэтому если вы очень хотите какую-то люксовую вещь, у вас есть на нее деньги, берите сегодня, потому что завтра придется отдать больше. Да, то есть, понимаете, да, мы купили в Италии за 160 тысяч. Это там, во-первых, дешевле, там еще Vatrifound. И вы получаете хорошую цену. Сейчас на 50 тысяч дороже в России. Правильно говорить Vatrifound, да? Vatrifound. Vatrifound, запомню. Да, то есть на 50 тысяч, представляете, можем сейчас просто выставить и даже заработать. Мы остановились на смотровой площадке. Сегодня здесь никого нет. Привет, хочу показать вам, как выглядит наш город сверху. Посмотрите, это район старого аэропорта. Отсюда открывается очень красивый вид на Волгу, на центр. Вид на мой университет. Даже квартиру, где я раньше снимала. Мы пришли в магазин, надели наши маски. Посмотрите, какие красивые черные. Не факт, что они защищают. Они черные, мне кажется, они красивые даже. А Саша говорит, что ему в ней стыдно, что она мне не нравится. Трусы какие-то. Проблема в том, что никто не ходит в масках у нас вообще. Нельзя смотреть на других. У тебя своя голова есть. Все прыгнут с балкона. Ты тоже прыгнешь? Нет. Смотри, она может делать. Светик, мы приехали за едой, а не за посудой. Что ты набрала уже? Я вообще думаю, для Светы не проблема этой изоляции, потому что она любит гулять по магазинам. И практически всегда, куда мы ходим погулять, то это по магазинам. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Дар твой, дар! Мы обещали рассказать вам про цены. Сахар 5 килограмм 160 рублей. Если 1 килограмм, то 35 рублей. Масло подсолнечное 1 литр 90 рублей. Смотрите, крупа гречневая 800 грамм 63 рубля. Нормальная цена? От 3 штук за штук 70. Вот так вот. Будьте аккуратны. Вот этот коньяк для кулича. Скоро Пасха. Я все-таки буду печь куличи. Не знаю, кому я их буду раздавать, но куличи будут. Потом белое сухое вино. Нам очень нравятся белые сухие вина. Производство Франция. Мы выбираем недорогие, до 500 рублей. Ну и всегда хороший, прятный путь. Мне нравится свиньон бланк. Вот эта сорт винограда. Еще, смотрите, интересное мороженое. Это джелаты из Италии. Карамель с морской солью. И здесь интересный вкус. Хотим попробовать изысканное горгонзола. Мы этот вкус еще не пробовали. Вот этот нам очень понравился, поэтому берем его второй раз. Этот попробуем. И еще, смотрите, берем фанагорея. Тоже белое вино. Хотим сравнить французское и наше. И посмотрим, какой нам больше понравится. Ну и здесь такие салатники, соусник и лопатка маме для блинов. Еще взяли стейки. Хотим сегодня пожарить и попробовать красным вином. Мы учимся готовить стейки по видео. Лимоны у нас метро. Сейчас стоят 350 рублей за килограмм. Есть несколько сортов. Чеснок по 300. А имбиря у нас в наличии даже и нет. Не сдержались и взяли со скидкой торт. На него сейчас 5% скидка. И Саша сказал, он такой вкусный, наверное, апельсиновый. Давай возьмем. Ну давай. Сахар. Решили взять вот в таких упаковках. Так удобнее. Потом, ну вот это вот, типа такие печеньки на закуску. Это хлебцы. Так, заправки всякие. Багет очень вкусный с чесноком. Две булочки. Сейчас в машине съедет йогурта. В общем, в городе паники нет. Имбиря нет. Люди делают потихонечку свои дела. Без ажиотажа. На полках в магазинах есть все, что нужно. Чеснок, лимоны. Все в наличии. Кроме имбиря. Да, имбиря не нашли. У нас на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, если оно вам понравилось. Пишите добрые комментарии. Заходите в нашу группу ВКонтакте, в наш Инстаграм. Видите, в следующих выпусках. Вас очень сильно любим. До новых встреч. Пока. Пока.